Привет зритель, с тобой пропащая Лёлька. Вообще, был уже маленький такой ролик сегодняшний, уже который попал во всуждение насиков. Да, этот ролик будет посвящён обзору моего заказа в AVEN в каталог 2-й 2019-й. Мы это самая категория этих трансестеров, трансрестеров. Короче, тех, кто бежит на пару каталогов вперёд. И у меня с собой даже есть каталог на следующий год, можно сказать, 3-й 2019-й. Я его отдельно обозрю и постараюсь сделать, наверное, в роли СМР, как кто-то там хотел. Буду ещё об этом шептать. Но это, может быть, уже не сегодня будет, потому что сейчас я запишу. Потом побегу в одно место, потом прибегу. Короче, у меня будет обзор моего заказа по 2-й 2019-й каталогу AVEN, номер 2-й 2019. А ещё обзор подарка. Ну, там большая часть из AVEN. Первый подарок на Новый год от моей подруги. С которой мы дружим, дружим, потом не дружим, потом снова дружим. Короче, у меня вообще со всеми моими лучшими друзьями, по большей части, кого большую часть жизни знаю в реале, мы сначала дружим, потом какое-то время не дружим, потом снова дружим. Перерыв в отношениях. Короче, вот у меня на ногтях, как-то, может, и не видно, но там действительно лак. Лак, артари флейм, зеон, чего-то такое. Вот такое. Прозрачное, прозрачное. Кстати, очень быстро сохнет. Я думала, что он сейчас будет 300 лет сохнуть, а он раз и высох. В один слой нанесла. Там можно, видимо, в несколько слоёв, чтобы было цветное. Удобная очень кисточка. Он такой, как бы, с блёстками, но при этом не с блёстками. Он сам такой перламутровый. Голубовато-перламутровый. Холодный перламутровый оценок. Я не знаю, может, там где-то номер какой-то у него есть, у этого арри флейма. Ну, короче, хз. Арри флейм. Зеон. Сюда идёт. А теперь я покажу свой, как бы, заказ. Ну, и, соответственно, потом уже то, что мне подарили. Вот такой у меня тут замечательный пакетик. В нём не только мой заказ, но и подарок. Вот он. Вот он. Тут с бантиками, с сердечками. С одной стороны бантики, с другой стороны просто сердечки без бантиков. Так, что у нас тут написано-то? С любовью. В общем, задарили мне с любовью. С дружеской любовью. Не подумайте, чего не такого. И у меня тут каталожик. Я спросила человека, а будет ли у тебя лишний каталожик, как в прошлый раз. И мне сказали, для тебя всегда будет. Ну, и, в общем, я потом вам его обозрю. И этот каталожик также двухсторонний, как и тот за 2,19. Кстати, я не знаю 2,19. Если хотите, я могу вам его полноценно пролистать. Ну, может, ещё кому-то это надо. Я его начинала частично листать в этом самом, в СМРе. Но сначала я вам пролистаю вот это в СМРе. Вот тут вот даже немножко пролистаю. Тут несколько страничек. Идёт сначала... Так, я даже... Ещё у меня была распродажка, но распродажку я оставила там, потому что я там уже выбрала себе кое-чё. По секрету, всему свету вот уже переворачивать надо скажу. И дальше вот уже так пойдёт. Я его не долистала, тут вот этот вот каталожик. Ну, просто сейчас вам скажу. Короче, оказывается, реально в Вейвен Ив. Есть куча всяких этих Ивов. Я-то в танке была, я как-то не в курсе была. И вот мне подружка сказала, что действительно дофига этих Ивов есть. И вот отличное приложение, если вы 2 по 800 возьмёте. При покупке двух любых ароматов со страниц 4,7. 1 плюс 1 равно 3. Закажи третий аромат всего за 1 рубль. Мне-то духов хоть и попой кушай. Благодаря подписчикам, мне самой и вообще. Но вдруг чего? Ну, можно заказать пробники, допустим. Короче, в общем, вот такой огромный каталожик. Я там себе выбрала, до чего просто дошла. Наборчик, вот этот сад какой-то, там у меня мыло ещё есть, оно в пустых баночках ещё будет. Точнее, бумажка из-под мыла в пустых баночках будет. И я это мыло уже обозревала. Давно-давно не обозревала Лёлька, Эйвен. И снова плейлист Эйвен будет прополняться теперь. Короче, там вот этот сад, какой-то райский сад, что ли. Там гель для душа, потом жидкое мыло и само мыло. Я что-то так решила, что мне это надо. Учитывая, что в гелях для душа от Фраше, розлетых в России, я как-то разочаровалась. Я могу вам то модельно обозреть, если хотите. Моё мнение о лимитках этого года, сделанных в России, не очень. Это Фраше. И, в общем, как бы у меня ещё два геля для душа, ещё пару гелев я для душа заказала. В той распродаже, я не помню, какой там у неё вообще как называлось, но, по-моему, эта распродажа к этому каталогу шла. Там за 69 рублей я заказала себе от... Как оно там? Плизирная Туретта и Фраше. Нэтчерлс, короче, вот эта серия Нэтчерлс. Гелик такой, там, кокосик и какая-то карамбола. Вот он 69 рублей стоит и 200 мл. Я его, ну, как бы отметила в будущий заказ. Так, у меня рука тянется вообще к подарку, но я его пока достану, чтобы не путаться. И обозрю то, что я заказала. Я заказала себе вот, ну, мне уже пришло. Сам заказ, весь заказ, короче, у меня вышел на 339 рублей. По ценам каталога. 150 мл, это у нас кто? Это у нас йогуртовый, свежающий скраб для тела с ароматом лесных ягод и граната. И я вот не помню этот, вот когда я ещё была представителем Эйвен, он уже был, вот там какая-то новинка такая выходила, или это немножко другой. Ну, в общем, я его себе заказала. Нежный йогуртовый скраб для тела, свежающий с ароматом лесных ягод и граната. 150 мл. Сейчас я его ввесье крою. Слушайте, так вкусно пахнет вообще. Не знаю насчёт ягод и граната, но офигенно вкусно пахнет. Ну, посмотрим, как он в действии. В общем, вот такое счастье. Как цену 90 рублей, что ли, стоило. А ещё к нему такой дружок. Эйвен Нэтчерлс для тела. Мне вообще очень нравятся, я помню, нравились, не знаю, наверное, до сих пор так и должно быть, Эйвеновские гели для душа, именно Нэтчерлс. Сенсос они как-то 50 на 50 вообще, ну так, на троечку по большей части. А вот Нэтчерлс Эйвен, мне очень нравились, Эйвен Нэтчерлс для тела, нежный йогуртовый крем-гель для душа, освежающий с ароматом лесных ягод и граната. 200 миллилитров. Он, по-моему, 89 стоил. Ну, или типа того. Я помню, что там 2 по 90 было, или 2 по 89, как-то так, или... В общем, чё-то из них было 89. Может быть, вот этот, наверное, этот был 90. Да, 90-90, 80 и 89. Вот этот был, там какая-то распродажа внутри каталога была, Эйвен Нэтчерлс для тела, с ароматом сладкой груши и пиона. Гель для душа, освежающий 200 миллилитров. Так как я помню, что я тащилась от Эйвен Нэтчерлс гелей для душа, то я его себе заказала. Вот он точно был 89. Ой, блин. Чё-то я нихрена не чую, чем он пахнет. Пионом пахнет. Не поверите. Грушу не чую, а пион чую. Ну, может быть, под душем оно раскроется грушей. Практически с еврейку говорю. Сто лет стихи, наверное, не писала. А этот у меня не откручивается. Не откручивается? Ну, тогда вскрою вот так. Ой, не вскрывается. Туго-то как. А нет, открылся. Вот тоже очень нежно, вкусно пахнет. Я его до этого-то не занюхивала. А вот это у меня будет повторяшка. Потому что Лёлька из Тюмени мне такой присылала в подарок. И я сначала как-то обрыкалась. Думаю, да ну нафиг мне из Эйвен Нэтчерлс серии для волос практически ничего не подходило. Один раз какой-то был очень понравился. Но я не помню кто. И его вроде уже нету. И думаю, наверняка не подойдет. Он так вкусно, офигительно пахнет. Что я его сначала начала юзать чисто вот из-за запаха. А потом я поняла, что он и к волосам хорошо. А потом я увидела такой же у своих друзей. Мы с ними повосторгались. И когда я снова стала с подружкой своей общаться, я узнала, что она снова Эйвеном занимается. Третий раз Эйвеном она стала заниматься. Третий раз она стала этим самым представителем Эйвеном. И прилистала каталог, увидела этот шампунчик. И поняла, что я его хочу. И он хочет, чтобы я его хотела тоже. Короче, Эйвен Нэтчерлс. С витаминным комплексом. Два в одном шампунь-ополаскиватель. С ароматом цветка лотоса и базилика. Он такой весь немножко фиолетовенький. У него запах-то такой похож на мой любимый парфюм. Один из моих любимых парфюмов. Вот этот типа Эрис Нуара. Что-то такое. 250 мл. С витаминами В3, В5 и Е. И вот. Ничего я ни хрена. Ну ладно. Ну как бы там что-то очень отдаленно чуется. Но он раскрывается именно на волосах. Не помню, остается ли запах на волосах. Ну вообще шикарная штука. В общем, вот такой у меня заказ был. Чисто Эйвена, чисто мой. А теперь перейдем к тому, что мне задарили. На Новый год. Первый подарок на Новый год. Игигей. Вот никогда не пользовала вообще Эйвен Техник. Или как он там. Техник. Техник. Техник, наверное. Короче, вот эту серию никогда в Эйвен не пользовала. Сколько была представителем, когда заказывала вообще первый раз там в Эйвен. Вообще ни разу никогда ничего не заказывала вот этого себе. Вот из этой серии. Бальзам ополаскиватель для тонких и нормальных волос. Гиалурон пептид комплекс. Магия гиалурона. 250 мл. Эйвен. Так, что у нас тут? Ничего. Все вот это вот и есть. В общем, вот такой год. И к нему вот такая штуковина. Моя подружка не в курсах, как ее юзать сказала, если понравится. Ну, типа, сказать свое мнение в любом случае. В любом случае скажу. Там я отклеивала, чтобы прочитать, как ее юзать. Потому что только с внутренней стороны написала, как ее юзать. Это у нас Эйвен. Сыворотка-заполнитель для тонких и нормальных волос. Густота и плотность. Гиалурон пептид комплекс. Магия гиалурона. Эдванс техник. Во. Я второе это слово думаю. Техник, техник. Че ж там было-то еще? Че тут у нас? Сыворотка проникает в волосы, увеличивая их объем и придает ощущение более густых и плотных волос. 88% женщин согласились, что волосы выглядят более густыми после применения сыворотки. На основании исследования потребительского бла-бла-бла при участии 121 человека. Видимо женщин. 121 женщина протестировалась, а потом 88% из них сказали типа да, круто. В общем способ применения нанести на подсушенные полотенцем влажные чистые волосы. Я так поняла, что это точно так же, как вот мне Алена с Украины подарила в первой посылке. Я там был, отдав, кажется, но до сих пор у меня еще живо, это масло с какими-то маслами, капельку на щетку или на расческу и расчесал влажные волосы после того, как ты их полотенцем профигачил. И вот тебе круто. В общем, а тут у нас в отрите влажными, пардон, в отрите влажными, в отрите массажными щетиками я зеваю. На самом деле я очень хотела чихнуть и сдерживалась, но зевнуть видимо тоже хотелось. В отрите массажными движениями в корни, в общем, в корни волос, это втереть и не смывать. Совет стилиста для придания экстра объема, уложите волосы феном, поднимая их у корней с помощью расчески. У меня есть еще такая штука, которая не только поднимается у корней с помощью расчески, а еще и массирует и делает какой-то объем. Фен у меня равенда, еще тот, который делали не китайцы, а те, которые делали равенду. Родители равенды, короче. Ну и в общем вот, вот такая штука, как бы тебе обратно-то натянуть, чтобы ты ровно легла. Штука-штука, штука-друга. Тут 100 миллилитров, после вскрытия 12 месяцев живет. Вот сейчас я это вскрою и гляну. Я еще тут как раз на днях, когда была в каком-то магазине, ну, может, неделю назад или полторы, думаю, может, купить себе какой-нибудь бальзам или маску для волос. И что-то как-то и забыла, пока собиралась. А то тут мне задорили очень даже к месту. Чем-то приятно пахнет. Может, вот так от собачки. Нейтрально приятно. Ну, в общем, попробую. Я не знаю, вообще, пользовала ли я когда-либо бальзамами для волос вообще ивановскими. Но вот эта серия для меня вообще новинка. Именно для меня новинка, потому что я ни разу ее не заказывала. Никто мне не дарил, вот тут подарили. Но никогда не пользовала. Теперь вот по пользу знаю. Может быть, когда-то, мне кажется, я покупала этот цехник, какой-то шампунь, но я не уверена. Себе я его покупала или просто тут заказывала. В общем, вот, спасибо моему дарителю, моей подруге, скажем так, за подарок. Лав тоже от нее, кстати, если я не говорила. Ну и всем спасибо, кто осилил до конца. Особенно тем, кто ждал вообще ролики от меня. Тут почти неделю ничего не снимала, кажется. Но с прошлой пятницы я ничего не выкладывала. 14-го. Последний ролик был АСМР, ну вообще. Я ничего не выкладывала. Ну как-то вот. Ну я, в принципе, как бы, ну, думала, обещала там людям вроде в пятницу выложить еще что-то. Ну я постараюсь как бы по чуть-чуть выкладывать так вот. У меня там еще что-то в монтаже не сделанное. Я вспомнила, там пирожки какие-то пекла. Ну, просто вроде пятницу. Или в 4-й, конечно, не помню. Ой, блин. Ну, постараюсь теперь все-таки как-то равномерно это распределять, нагрузку на мозги. А то, действительно, вот сегодня поела бы вовремя. Лапы бы не тряслись на ролике. Насики бы меня не обсуждали. Хотя, Насики бы меня не обсуждали. Как-то скучно бы было. Они меня редко что-то обсуждают. В общем, всем пока. Хорошего настроения и здоровья. Главное здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова